Обычно каждая фотография содержит области с различной яркостью. Например, данная фотография включает в себя светлые области, темные области и области с промежуточной яркостью. Для лучшего восприятия фото яркость этих областей должна быть сбалансирована, то есть настроена. В противном случае изображение будет либо слишком темным, либо слишком светным, либо тускло-серым. Как это сделать с помощью программы Photoshop, мы и расскажем на этом уроке. В Photoshop можно легко и быстро перераспределить общую площадь областей фотографии, имеющих светлую, темную и промежуточную яркость. Для этого нужно настроить уровни яркости фотографии, и вот как это делается. Раскрываем палитру хистограмм. Гистограмма. График на этой палитре, называемой гистограммой, показывает долю областей изображения с различной яркостью. Горб справа на гистограмме означает, что в фото есть множество ярких светлых областей, изображающих яркое небо. А горб слева – множество темных областей, которые образуют тени на соборе. А вот впадины в середине означают, что доля областей с промежуточной яркостью слишком мала, и поэтому храм, основной объект фотографии, плохо различим. Выбираем команду меню Image – Изображение. Adjustments – Коррекция. Levels – Уровни. Открывается диалог Levels – Уровни, в котором отображается такой же график уровней яркости изображения, что и в палитре. Под гистограммой находятся три треугольных ползунка. Те участки фотографии, яркость которых соответствует положению черного ползунка, после обработки станут совершенно черными. Области, на которые указывает белый ползунок, станут совершенно белыми. Средний ползунок позволяет регулировать яркость промежуточных областей. При его перемещении влево фотография осветляется, вправо затемняется. Перетаскиваем средний ползунок влево. Заметьте, что на графике темные тона сдвигаются вправо к более светлым тонам, и интенсивность промежуточных тонов нарастает, при этом изображение осветляется. Когда изображение достаточно осветлится, отпускаем кнопку мыши. Дефект фотографии успешно устранен. Нажимаем кнопку «Ок», чтобы применить изменения. Оценим работу. Вот какой была фотография до обработки. А вот какой она стала. Как видите, она осветлилась, и основной объект съемки стал хорошо видим. На этом урок завершен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...